В 2011 году, 5 апреля, наша съемочная группа побывала на месте необычной аварии. Участниками ДТП вот на этой дороге стали отечественная легковушка и две коровы Краснославовского аграрного колледжа. Директор учебного заведения не поверил в вину своих подопечных животных и попытался восстановить картину произошедшего путем реконструкции событий. Вот здесь они шли спокойно. Вот эта остановка. Мы потом даже с водителем и тормозили. 90 километров набирали, тормозили. Эксперимент свои проводили. Шли они вот по этой дороге и вот здесь вот первое животное лежало, которое, а там вот немножко подальше метров 10, вот здесь привязанное было уже второе. Мы их привязали, чтобы они... А остальное они вот по той дороге ушли туда в луга. А в это же время в Качкуровском районе моя коллега Дина Мустаева искала очаг культуры, который оказался потушенным местными пожарными. Проверка выявила массу нарушений в эксплуатации и здание просто закрыли. Если их не закрывать, может произойти пожар с гибелью людей. Вот в чем дело-то. А как реагировать? Конечно, жалко, что людям деваться некуда. Но есть у нас спортивные школы, есть у нас в Семилее, ну как в физкультурно-оздоровительный комплекс. Отдохнуть есть где. Обидно молодежи, участникам самодеятельности нашего района, потому что это единственный очаг культуры, куда собирается молодежь и любители народного творчества. А их у нас немало. У нас 19 клубных объединений, клубов по интересам. В 2012 году в Саранске в этот день был настоящий столбопад. Несколько световых опор оказались заваленными. Таким итогом стала уборка снега на улице Титова. Как такое стало возможным, местные жители даже представить себе не смогли. Самосвальский вот так вот встает, а он чистит. И вот туда я в 5-м числу, я не поехал туда. Я смотрю мамонка, там это бух. Купили кое-чего, а все пропадет теперь. Холодильник не работает, все, ничего. Без света, без телевизора, нету ничего. Плохо, конечно. Все растаяло, все пропадет. В 2013 году в Луховке местные жители пытались вычерпать воду любыми подручными средствами. Помогало это им, впрочем, мало. Мебель уже спасать даже не пытались. Речь шла о домашней живности. Просохнуть? Ну, может, даст Бог, осенью. А так больше никак. Подполам, это ведь не на улице. Там не, ну, откроешься и половицу, все, один счет. Там ни солнца, ни ветра, нет ничего. Когда там лягушки будут, заведутся, может, в леску на торсе. Клакать будет вместе с нами. Таким запомнился нам этот день, 5 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова